И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. В данном видео я должен был продолжить старую серию своих видеороликов, которые я обозначил под артобстрелом наших так называемых армянских оппонентов или армянских СМИ. Я давно уже не делал видео из данной серии. Не делал, потому что мне присылается многочисленная, более интересная информация, во всяком случае на мой взгляд, чем совершать некий экскурс по армянским каналам. Но сегодня, планируя продолжить данную серию видеороликов и пройдясь по армянским каналам, я обнаружил, что армянские каналы практически ничего не говорят о событиях, которые происходят сейчас на границе между Азербайджаном и Арменией в Тавузском районе. Меня это очень заинтересовало. Почему армянская сторона, если и говорит о событиях на передовой, то не сообщает ни о количестве погибших со стороны Армении, словно бы их и нет, не говорит о причинах, которые привели к данным событиям, не говорят о том, кто может стоять за данными событиями. Конечно, есть отдельные статьи, которые стараются все свалить на Турцию, но, согласитесь, это уж крайне смешная попытка, учитывая, что Турция сейчас занимается глобальными вопросами, касающимися Ближнего Востока. И ей далеко, какой бы близкой для нас она бы ни была, ей далеко не до проблем, связанных с Карабахом. Поэтому это выглядит смешно, тем более боевые столкновения произошли не на территории оккупированного Карабаха, а в совершенно другом месте. То есть, опять-таки смешно. Ничего не пишется о том, к чему приведут данные события, или могут привести. То есть, армянские информационные каналы молчат, словно бы им из одного и того же центра дали приказ ничего не говорить о том, что происходит в Тавузе. При этом, крайне важный аспект, все информационные каналы, представляющие при этом различные армянские силы, как пропашиняновские, так и оппозиционные, все они молчат. Именно все, я подчеркиваю. Словно бы они все координируются из одного центра. Интересно, в чем же причина этого молчания? Ну, первая причина, она лежит на поверхности, это причина, связанная с ужасающей ситуацией в Армении в отношении коронавируса, терапандемии, о количестве заболевших, умерших и так далее. Потому что, если армянские информационные каналы еще начнут говорить правду о погибших уже при боевых действиях, то есть количество потерь Армении и армянского народа в целом, если возрастет, то народ встанет. И народ и так уже встает. Вы, наверное, помните мой недавний ролик, многие из вас его посмотрели, срочно митинги в Армении в связи с боями. То есть народ и так встает. А если бы еще до армянского народа доходила бы информация о количестве погибших, ну, наверное, митингующих было бы в разы больше. Что самое страшное, я опять говорю, армянский народ выходит на улицу, несмотря на пандемию. То есть они готовы заболеть, умереть, но лишь бы высказать свое уже мнение в отношении тех властей, которые ими правят. Это насколько же нужно надоесть народу, чтобы народ, зная о вероятности своей гибели, тире заболевания, вышел на улицу. В такой ситуации. Это все очень интересно. Но это, опять-таки, одна из Сирии причин. Второй момент. На первых этапах, скрывая погибших, Пашинян не понял, что сейчас ситуация другая. И что информация о погибших все равно всплывает. Что вызывает еще больше негатив со стороны народа к властям. Он забыл, как скрывал в свое время информацию Серж, Саркисяна, к чему это привело. Он забыл об этом. И начал поступать так же, как поступал Серж в 2016. Скрывая информацию о потерях армянской армии. Это вторая причина, почему, опять-таки, скрывается информация по приказу. Именно Пашиняна. С одной стороны, и Сержа Саркисяна с другой стороны. Потому что они привыкли так править. Они привыкли. Но идемте дальше. Есть еще одна причина, которая вызвала массовую панику в армянских властях. Это высказывание, терапевыступление белорусского военного эксперта, в которой он заявил о том, что Белоруссия не будет участвовать на армянской стороне, если боевые действия возобновятся, имеется в виду с Азербайджаном. Чем же это выступление белорусского эксперта могло вызвать панику, спросите вы меня, дорогие мои зрители. Ну так вот. Пару лет назад Россия, Белоруссия, Казахстан и многие другие страны, входящие в АДКБ, приглашали Азербайджан, чтобы он вступил в данную военную организацию. Приглашали хотя бы как наблюдателя. Но Армения, именно Армения наложила свое вето. И заявила, что Азербайджан никогда не будет иметь своего представителя в данном военном союзе. Армения, видимо, не понимала, что тем самым дает козырь Белоруссии. И в момент боевых действий Белоруссия также сможет, ссылаясь на вето, которое наложила в свое время Армения, также сможет наложить вето на участие ОДКБ в боевых действиях. Прошу прощения. Не так ли? И это выступление, опять-таки, белорусского эксперта в связи с дальнейшими проведениями со стороны Азербайджана операции для оккупации и вызвало панику. Армения поняла, что она может оказаться один на один с Азербайджаном. Без поддержки ОДКБ. Тем более, Армения поняла, что единственная страна, которая может прийти к ней на помощь, это Россия. Та самая Россия, против которой армянские власти делают многочисленные, если так можно сказать, гонения. Что я подразумеваю под гонениями, это биолаборатории, это сокращение обещания российских телеканалов, это устранение участия российских компаний в многочисленных, в немногочисленных, точнее сказать, проектах на территории Армении. Это, почему-то, нахождение только двух русских школ на территории Армении. Это грабеж, совершаемый представителями армянства, крышуемые армянским правительством на территории России. Все это, конечно же, отталкивает Россию, последнего союзника Армении, от со временем какого-либо участия в защите интересов армянства. Что интересно, об этом заявил даже Багдасаров и Соловьев. Почему я открыл вторую ссылку только что? Потому что первую ссылку мне прислали. Я искал первоисточник. Вот первоисточник. Это что касается белорусского эксперта. Ну а теперь давайте перейдемте, можно сказать, к краеугольному камню данного моего видео. Это разгромные речи в момент диалога, который и заявил как Соловьев, так и Багдасаров. Они разрушили многочисленные армянские лжедогмы. Давайте послушаем. В момент прослушивания я буду вносить некоторые свои коррективы-вопросы. Ну что ж, приступаем. Приступаем. Утречка. У нас в эфире Семен Аркадьевич Багдасаров. Семен Аркадьевич, я понимаю, что ты сегодня готовил другую тему. Просто видишь, что там опять обострение. Армянно-азербайджанская граница опять неспокойна. Вплоть до того, что передают источники, что армянская сторона подняла воздух самолетов, которые там и перелетают над этой тревожной зоной. Ну, в общем, как-то все это совсем не айс, так скажем, вежливо. То есть все это очень сильно огорчает. При этом вот многоцелевые истребители Су-30СМ. Чуть позже сам же Соловьев, ну, хоть и не скажет на чисто русском языке в отношении фейковой информации, что Су-30СМ якобы поднялись в воздух. Тем не менее, поставить на место армянство в отношении этой фейковой информации. Су-30СМ хоть и переданы России, но находятся под контролем все равно именно войск Российской Федерации. Так же, как, видимо, и эскендеры. Потому что такое оружие не передается бесконтрольно. Такой небольшой стране, как Армения. Это понятно. Продолжение следует... ...к армянским позициям пытался приблизиться от танка, оружие на силу Азербайджана. Танк. Во-первых, почему танк? Неужели они думают, что у Азербайджана один-единственный танк? Уже смешно. Больше похоже на внеочередную фейковую информацию. Так же, как об одном УАЗике, из которого все и началось. Что даже сами же армяне не поняли, зачем этот один УАЗик ехал в сторону границы. Он не пересек даже ее с точки зрения армянства. Азербайджанская сторона, конечно же, заявляет о том, что это невозможно. Такого не было. Никакой УАЗик в сторону армянской стороны границы не ехал. Потому что это ересь. Продолжим. Движение, которое было замечено, перчено огнем с армянской стороны. Ну вот, все идет. Минобороны Азербайджана завела обстреливы. Женые силы Армении, села Нандар, Бушчу, Таузского района, из крупнокалиберного оружия и артиллерии. Это все, что произошло буквально, все новости за последние полчаса. Артиллерии, обратите внимание, по селу. Никто не даст. Я правильно понимаю, Север Ахарович? Ну, там наша база... Ну, давай, я на несколько моментов. Это... Ну, знаешь, давай вещи назвать свои имена. Если уж не задал вопрос, я буду говорить. Значит, некоторые свои мысли высказывают. Так как есть, они могут не понравиться ни азербайджанской, ни армянской стороне. Вот это интересно. Он впервые говорит о том, что те мысли, которые вы сейчас будете слушать, не понравятся ни азербайджанской, ни армянской стороне. Впервые он выступает... Ну, видимо, я-то слушал, я уже знаю, но вы должны этот момент... На этот момент, обратите внимание, это впервые он что-то говорит, что может не понравиться армянской стороне четко. Продолжим. Этот конфликт, он вечен. Он из Нагорного Карабаха. Да, Азербайджан обладает, значит, на более многочисленных, лучше вооруженной армии, но пока это не давало никакого результата военно-нагорного Карабаха. При этом он, обратите внимание, не говорит о причине, почему Азербайджан, несмотря на то, что обладал лучшей техникой, большим количеством военных, почему он не смог освободить Карабах? Потому что Россия, потому что Грачев, он не смеет назвать это имя на российском телевидении, на канале у Соловьева. Это понятно, потому что Соловьев вынужден был бы, крайне радикально высказаться против Грачева. Я хотел бы обратить внимание на несколько другую ситуацию. На заявление турецкого руководства, которое заявило, что оно может выступить в этом конфликте на стороне Азербайджана. Когда мы говорим, что Дания не выступит, и так далее, я скажу, что надо внимательно посмотреть и назвать вещи своими именами, не метать. Обратите внимание, Турция не сказала, в каком смысле она выступит. Это поддержка техники, это некая дополнительная платформа для переговоров. Данный же армянский, так называемый, политолог, все сбрасывает на именно оказание военной помощи, имеется в виду послание части турецкой армии. Хотя это не обязательно так. Продолжим. Турция совсем уж не ситуационный союзник. Это показали события апрельские в Сирии. Это для многих, я думаю, холодная душа, кто искренне понимал, что можно с ними договориться. Да и события... Ну, понятно, что он сейчас будет ругать Турцию, так или иначе. Маленькое но. Очень небольшое но. Турция является по-любому пока еще участником НАТО. И, конечно же, интересы НАТО пока она вынуждена соблюдать. А вот Армения, я являюсь союзником России, творит беззаконие. Кстати, о которых Багдасаров в общих чертах, но все-таки скажет. И выразится крайне негативно. Давайте продолжим слушать. Мы об этом вообще молчим, не хотим говорить. И, по сути, против Халифы Хафтара, которому поддерживают активные боевые действия, ведет именно Турция. Да? Халифа Хафтара. Это человек, который решил совершить переворот законные власти в данной стране, которую все, в общем-то, признают. И вот тут я не предпочитаю, что может быть, может быть, потому что да, конечно, регулярно, плюс так называемые сирийские бояки, сети которых сирийцы отменят, потому что террористы из различных других организаций, в частности, из исламской партии Туркестана, из исламского движения Восточного Туркестана, и уйгурска, и так далее. Это такой микс, который готовится, вооружается турецкой стороной, затем перебрасывает в зону конфликта, потом они активно используют как в Сирии, так и в Ливии, так называемые, свои беспилотники, относительно небольшие, используют так называемую тактику роя, когда большое количество беспилотников начнете это использовать. Поэтому, давай вещи своими нами назвать, а что, может, просто так, в это время Эртаган озаботился, что в Святой Софии помолиться намазать, делать и превратить ее мечеть. Да нет, 23-й год намазал. Это кроме того, что вы что... Вот давайте остановимся. Он завел речь о Святой Софии. Но почему Багдасарова не ужасает ужаснейшее состояние мечетей, азербайджанских мечетей на территории Армении и азербайджанских кладбищ? Почему его не ужасает ужасное положение грузинских монастырей, православных монастырей, я подчеркиваю, на территории той же самой монофизитской Армении? Почему его не ужасает то, что власти Армении на протяжении долгих лет старались арменизировать албанские церкви? А ужаснуло именно только деяния Турции? Интересно. Я уж не говорю о том, как порой Россия относится к святыням других религий. Продолжим. Президентский выбор это годовщина, столетия Савелозамска соглашения, много всего обещал Туркам, но не все смог сделать. Ему очень сейчас важно, кроме всего, кроме мечети, еще показать свою, так сказать, некую победоносие, победоносие, победу в каком-то конфликте, или неудачно используемое слово. И вот он и в этом плане вполне может вмешаться в этот конфликт, перебросить туда полторы, и сейчас такие планы у турок существовали еще ранее, полторы 2000 так называемых сирийских боевиков и своих подразделений, которые будут использовать вот эту, тактику этого ролика. В Карабах армяне уже давно перебрасывают так называемые сирийские отряды, якобы беженцев из Сирии. Об этом Багдасаров молчит. И заселяют никем не признанную так называемую республику Карабах в кавычках. Об этом Багдасаров молчит. А ведь это тоже нарушение. И об этом заявляли многочисленные международные организации о том, что это нарушение заселения никем не признанной тире оккупированной территории Азербайджана. Продолжим. И организация сразу должна быть готова к этому. Причем вполне возможно, что турки могут использовать все это не на процессе против Армении, а противного Карабаха. И тогда, извини меня, а кто что сделает? Карабах юридически не составит. Армения, извиняюсь, откровенно. И тут вот может возникнуть такая ситуация. Армяне любят говорить, что Армения признала Карабах, но Багдасаров четко утверждает, что юридически признания Карабаха нету. Даже со стороны Армении. Это очень важно. Теперь спорьте, если что, с Багдасаровым и Соловьевым, который почему-то промолчал. Поэтому тут есть о чем подумать о армянской стране, о Карабахской стране. И заодно подумать господином и нашего премьер-министра Армении вообще по его политике по отношению к России. Давай подумать действительно очень серьезно, потому что так все просто и хорошо. И попав в это время под усилий на влиянии Сарасяд, он давно все натворил, вообще убрал из своего руководства некоторых людей, которые ориентированы были на Российскую Федерацию. Давайте остановимся. Здесь тоже. Он говорит о Пагасяне, о, прошу прощения, о Пашиняне, оговорка по Фрейду. Но ведь и Серший Кочарян в общем-то тоже вроде бы говорили о любви к России, но при этом помогали открытию биолабораторий, принадлежащих Пентагону на территории Армении. Ведь это же было до Пашиняна. Также они помогали увеличиваться американскому посольству на территории Армении. Это тоже было до Пашиняна. Поэтому, почему вы с этой точки зрения ничего не говорите? Уважаемый, в кавычках, вы наш Багдасаров. Продолжаем. Четко понимаешь, что единственный союзник, который может помочь России, это... Кстати, обратите внимание на реакцию Соловьева. Ему явно смешно. Он чуть не сдерживается. Армения, это Россия. Сорося, ты вспомни, они же в Армении кричали, что да вот, с Турцией мы сейчас помиримся, все будет хорошо, Турция, Турция. Ну и получили. И на кого рассчитывать? Кроме России не на кого. Обратите внимание, получили. То есть, погибших, видимо, очень много. И, видимо, Соловьев на это намекает. Потому что иначе почему говорить о нынешней ситуации в Карабахе? Ой, прошу прощения. В Тавузе обозначать это, что вы получили. Это интересный момент тоже. Соловьев все-таки, видимо, знает больше, чем те, кто пишет, что в Тавузе армянская сторона не понесла больших потенок, слушайте Соловьева. Не на кого, да. И в то же время, тогда, если так уж пошла такая игра, очень серьезно подумать, Арменич совместно с Грецией начали оказывать, если Турция мешается в этом плане, а Греберик тоже наболел по этому вопросу, оказывать помощь над самым своим движением курдского народа из них за открытым ченцем, что такие вещи хватит, не кричит. Нельзя, нужно безнаказанность. Мы будем сейчас Сирии откусили, сейчас время откусим, в Ираке там и так далее. И вы не вмешаетесь, это дело внутри постсоветского пространства, есть СНГ, куда пришел тонкие страны ходит, но ДКБ я умалчиваю, так сказать, по определению, да, и в этом рамке надо найти мирное исходное. кстати, а почему Азербайджан, Армения не пускает в это же самое ДКБ? Ведь так легче было бы решить данный конфликт, если Азербайджан хотя бы был бы приглашен, мы не хотим вступать в союз, но быть наблюдателями тоже бы позволило бы возможно решить данный конфликт, не так ли? Но именно Армения и ваши представители армянства, в кавычках уважаемый Багдасаров, не допускают, чтобы Азербайджан даже был наблюдателем. Интересно. Сейчас уже мешаю. Я вчера выводил представителей Армении и Азербайджана и каждый обвиняет естественно друг друга. Я видел. Да, да. Я пытался быть максимально корректным. Вот АКБ это не дееспособность структурного быть. Вече церемонии зачем говорить какую АКБ? Это собрать каждого государства входит в АКБ свои интересы. Они зачастую идут прямой противоположность и поэтому на себе полном серьезном надеяться АКБ это не серьезно. Сейчас может большую роль все врать в России. Поэтому жестко даже понять только мне надо министры, ребята. Хватит. Сирия, Ливия вот там нам показать и в нам союзники. Не надо. Очень корректно себя ведем даже может еще и корректно то, что в контексте последних событий вокруг Храма Святой Софии и общественного мнения в России совсем другое не то, которое иногда высказывают наши официальные люди. Опять-таки почему армяне вмешиваются с советами в отношения России и Турции? У России и Турции есть глобальные интересы, которые намного крупнее, чем то, что он перечисляет. Тем более во многом Россия сама виновата. Потому что Турция спрашивает есть ли в Сирии ваши войска? Россия говорит нету. Турция начинает действовать. Турция всегда спрашивает есть ли в том или иной стране российские войска? Россия зачастую говорит нету. И Турция начинает действовать. А потом оказывается что российские войска были тире зеленые человечки. Интересно, чем же Турция, скажем так, мешает России, если Россия часто утверждает, что там, в тех странах, Россия не имеет своих представителей, отказываясь от своих зачастую военных. Вот это интересный вопрос, который Багдасаров почему-то не озвучил. Продолжим. Серьезно, если говорить, о чем и так насчет храма Святой Софии? Нет-нет, я объясню, что это великая святыня христианства, которая тысяч веков была храмом. Но 500 лет было в мечети. И превратилась из мечети в музей не под действием христианских стран, не в результате победы над Османской империей или Турцией, уже Ататюрка. То есть в том плане, что мир же ничего не сделал для того, чтобы мечеть обратно превратилась в храм или стала музеем. А всего лишь наблюдала про внутренние дела, как и сейчас мир наблюдает. Мир наблюдал, когда на территории Армении, здесь опять не было ничего сказано, арменизировались албанские храмы. Грузинские православные храмы-монастыри превращались в стойбище для скота, так же как и мечети. Этому есть многочисленные видео-фотофакты в интернете. Во что превращались многочисленные старинные кладбища азербайджанские. Этому тоже есть видеосвидетельства. И весь мир молчал, включая русский мир, так называемый. Здесь опять-таки Соловьев молчит, но все время говорит именно о Турции. Интересно. И ничего не может. Мы же вообще в такой... И не может ничего. Да, делают всякие заявления. И ничего делать не может и не хотят. Я отчасти согласен, что весь мир молчит. Ну, видите, сейчас за своими именами. В отношении Армении. Он, наоборот, там внутри растры, каждый исходя из своих сторон. А Астагав все это прекрасно понимает. И он делает то, что ему надо в контексте его личных интересов, как он делает. Вот и все. Он полностью переживает наследие Ататюрка. Полностью. Ну, он в Туречке. А что же вы так переживаете за Ататюрка? Ататюрек уж точно к армянам относился крайне негативно, мягко выражаясь. Мы сейчас не говорим о реакции внутри Турции. Знаешь, многие турки против этого. Многие турки категорически против были превращения мечеть. Это музей, может, не первых. Храм Шитой Софии далеко в монастыре Хора. Это второе позначение после Софии Константинополь. Храм Шитой Софии, тоже, как-то гимнат, Трапезунди, Трапзонди, как вот турки. Там многие турки, светские турки, категорически против этого. Есть такой паук, это лауреат в английской племени, турецкий писатель, кстати, черкес по происхождению. Он категорически против этого. Я сейчас не буду останавливаться на этом. Давайте продолжим. Все другие страны, особенно сейчас, когда идет турбонентность во всем мире, каждый думает о своих интересах. Ну, скажем пару слов. А там санкции кто-то вводит? Нет, не вводит. Ведь ЮНЕСКО в Турции исключили? Нет, не исключили. Слушай. Кстати, в отношении ЮНЕСКО. ЮНЕСКО в свое время приглашали на территорию Армении посмотреть на так называемые армянские церкви, которые после проверки ЮНЕСКО оказались албанскими. И почему-то ЮНЕСКО не исключило Армению из данной организации. Опять-таки, данные двое ведущих об этом молчат. Только о Турции. Продолжим. И тут действительно, значит, так. Хотя, вот, допустим, для нас, для России, я много раз говорил об обозначении Храма Святой Софии. Но наряду с рассказом православия, да? Ты знаешь, кем был Кирилл, создатель алфавита, над которым мы пользуемся, в том числе все мы пользуемся. Он был руководителем библиотеки Храма Святой Софии. Именно там начиналось его вот это действие по созданию православного письменности. Потом, по своим братом Мефодием, работал... Конечно, ну смотри. Ну, Тердаган сказал, что сохранит его как мировое наследие. Христианские фрески не трожит. Сохранит, да. И доступ разрешил. Кстати, в свое время так же поступила Армения, передав Азербайджанскую мечеть Ирану. То же самое. То есть, как говорится в кавычках, было у кого учиться. Продолжим. Потому что не проверить, не удостовериться ничего не может. А Варфоломей, вот этот, понимаешь, капитан турецкой армии, ну, что-то поклакнул так, знаешь, так, пукнул в воду и исчез. Я что-то не вижу, чтобы христиане вышли с прорезвами, и Варфоломей что-то сделал. Ну, во-первых, христиане в Турции никогда не выйдут протестами. Я специально сейчас жду один момент. Играет, что уже в Константинобле греческая община будет 50-х годов. Не хочется срезать, я хочу, чтобы вы именно это услышали. Чтобы не говорили, что я обрезал. На территории Турции были христиане сейчас сколько? 0,00, всего лишь 1%. А кто-то, куда вы? А, верно, мы договорим, что как оппозицию мы называем власовцы, так и Варфоломей, как мы уже называем Варфоломей. Это псевдо-патриарх Константинопольский. Варфоломей это святое имя, это не из имен, одно из оппозков визу за христианом. Вместо сиуды. Опять-таки данный так называемый христианин-армянин забывает такую поговорку «Не суди, да не судим будешь». Это что касается, когда христиане судят христиан. Христианин же настоящий. Христианство территории исторической Армении. Багдаса. Это святое имя. Это апостол Иисуса Христа, он недостойный твоего имени. Но я скажу вам, что мог быть. Он мог бы садить в знак пройдется сам и удалиться в Грессию, в Штаты, куда угодно, но он этого не сделал. Смотрите, важная поправка. Ни один армянский и даже азербайджанский сайт не подтверждает информацию о патрилировании границ Армении и Азербайджана армянскими тяжелыми истребителями. Так, это значит, что ты запустил... Ну дай бог, дай бог. Вот здесь остановлю. Дорогие друзья, вы сами слышали, как сам же Соловьев разбивает внеочередной армянский фейк. В открытую. Браво. Браво и еще раз браво. Потому что Азербайджану невыгодно было бы пускать данный фейк. Не так ли? То есть это именно фейк со стороны армян. Браво. После этого армянство говорит, чтобы им верили в отношении их заявлений по количеству погибших с нашей стороны и с их стороны. Никто в это уже верить не будет. Потому что фейк за фейком. Хочется сказать впервые, как ни странно, большое спасибо отчасти Сааку Авакяну за данный ролик. Потому что он, видимо, не понял до конца, что было сказано обоими этими ведущими. Также хочется поблагодарить, как ни странно, Соловьева в том, что он выставил армянство лжецами. Ну и Багдасарова за то, что он четко указал, где место Армении. Тирай армянству. И четко указал, что Армения проиграет войну. Если она начнется, что ее нельзя допустить, потому что в этом случае Армения в Карабахе точно проиграет, а ситуация в отношении самой Армении будет под громадным вопросом. И что только Россия способна спасти. Как Армению, так и армянство. Карабах, он уже четко ведет, что это уже потерянная зона. Он это прямо заявил. Надеюсь, вы это услышали. Это слова вашего, одного из крупнейших представителей на территории России. Багдасарова. Браво! На этом я, пожалуй, закончу данное видео. На моем канале еще будут видео, и, скорее всего, не одно. Я же с вами со всеми прощаюсь. Не болейте, дорогие друзья. Нас ждет очень много чего интересного. Ну, а победа будет за нами. До свидания. До свидания.